В Приднестровье с рабочим визитом находится заместитель председателя правительства Российской Федерации, специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин. Вместе с президентом Евгением Шевчуком он принял участие в церемонии открытия новой школы. Для села Ташлык Григориопольского района это долгожданный подарок. Общая площадь около 3000 квадратных метров. Строилась она по линии одной евразийской интеграции, стала уникальной в своем роде. Современное и технически оснащенное учреждение возвели с нуля впервые с советских времен. Построенную по российскому гуманитарному проекту Молдавскую школу в Приднестровье уже назвали символом дружбы народов. Для республики он стал уникальным. Впервые со времен СССР с нуля построено учебное заведение с молдавским языком обучения. Открытия школы в селе ждали не день, не месяц, а 25 лет. Все это время постигать азы наук детям приходилось в здании бывшего детского сада, где нет ни спортзала, ни столовой, даже нет водопровода и санузлов. В сравнении, конечно, это небо и земля, потому что там никакие приспособленные помещения, узкие коридоры, никаких условий для проведения учебного воспитательного процесса. Здесь широкие коридоры, спортзал, актовый зал, библиотека, компьютерные классы. Все, что соответствует нормам санитарно-эпидемиологическим. Два этажа, порядка 3000 квадратных метров, автономная котельная, спортивный, актовый и компьютерный зал, просторные кабинеты, оснащенные всем необходимым. О такой школе мечтали наши дети, говорят сельчане. Открывать долгожданный подарок прибыли президент Евгений Шевчук и заместитель председателя правительства Российской Федерации, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин. В своем вступительном слове Дмитрий Рогозин зачитал приветственный адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Важно, что приднестровцы бережно хранят и приумножают лучшие традиции средней и высшей школы, сложившиеся за долгие годы нашей общей истории. Хотел бы подчеркнуть, что в своих усилиях по развитию системы народного образования вы всегда можете рассчитывать на помощь российских партнеров. С удовлетворением отмечаю, что наша совместная работа на этом важном гуманитарном направлении уже приносит конкретные ощутимые результаты. В прошлом году Россия направила в Приднестровские школы комплект учебной литературы, оказалось содействие в возведении нового корпуса медицинского факультета Приднестровского государственного университета. А этой осенью в селе Ташлык открывается новая школа, построенная при российском участии. Уверен, что российско-приднестровские связи в области образования будут и далее активно развиваться на благо наших братских народов. Желаю уважаемым педагогам успехов в их благородном труде, а всем преднестровцам мира, счастья и благополучия. Владимир Путин. В Приднестровье образование было провозглашено приоритетом государственной политики президентом Шевчуком еще в 2012 году. Тогда же глава государства провозгласил курс на евразийскую интеграцию. Кстати, именно так позже стала называться автономная некоммерческая организация, посредством которой Россия вот уже четыре года оказывает помощь Приднестровью. В рамках тесного российско-приднестровского сотрудничества построен и отремонтирован целый ряд объектов образования. Здесь вопрос просто простой работы человеческой. Если она есть, она видна. Если ее нет, то она, наверное, тоже видна. И до этого почему-то ничего не было. Сегодня это вводятся объекты. Они вводятся не просто каждый год, они вводятся раз в квартал. И дальше, я думаю, так же и будут вводиться. Новая школа в селе Ташлык рассчитана на 175 человек. Построенное учебное заведение гости оценили лично. Для них провели экскурсию. В доме культуры у нас были классы в Пробеде, колхоза. Вот так мы были разбросаны. 600 детей было разбросано по всему-вему. Теперь для учителей технологии вопрос с местом проведения занятий решен. Осматривая кабинеты, Дмитрий Рогозин поднял тему обеспеченности школы учебниками. Литературы, признались педагоги, не хватает. Вопрос пообещали решить. Ситуацию под личный контроль взял глава государства. На сегодня уже готов к сдаче еще один объект, полностью оснащенный современной медицинской техникой противотуберкулезный диспансер в Рыбнице. На стадии завершения сейчас находятся пять объектов социального назначения. Республиканская туберкулезная больница в Бендерах, средняя школа в Рыбнице, педиатрический стационар центра матери и ребенка, корпус химиотерапии и перинатальный центр в Тирасполе. Между тем, Ташлыкская школа ждет учеников. Первый учебный звонок в новых стенах для них прозвенит уже завтра. Почти за пять лет в систему образования было вложено более 900 миллионов рублей. По всей республике ремонтом охвачено около 150 школ и 90 детских садов. А в прошлом году школы с русским языком обучения получили более полумиллиона книг. Такая беспрецедентная акция стала возможной благодаря личной инициативе президента Шевчука и при непосредственной поддержке Дмитрия Рогозина. Гуманитарный проект осуществлялся под патронажем президента России Владимира Путина. Ирина Полесик, Александр Тыш, Евгений Свиле, Первый Приднестровский.